ПЕСНЯ 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 на этой земле. Небо валится. Так вот и валится. Так вот и валится. Или это мне во сне? Вот угадай, пойди, что теперь на свете? Утро или вечер? Вот угадай. Вот как страшно, когда не знаешь, что на свете. Жутко как-то. Или это сон какой-нибудь. Будет дров много наготовлено. И черти. Я говорю, а дрова для чего? Говорят, грешников будет поджарен. Неужто это я в аду? Вот как страшно, да? Как страшно мне сегодня. А небо, смотри. А небо-то опять валится. Так вот и валится. Как вот... Ай, матерский! Ай, матерский! Ай, матерский! Подход не к сатирику, не к бытописателю, как вот его считаю. Те-чуть отличный подход от подхода в малом театре, например. Мы шли именно за поэзией, в том числе за поэзией в тексте. Знаете, как Аполлон Григорьев сказал про него, его современник, его друг, он сказал, он пишет не про быт, не про самодуров, не про лучи света в темном царстве. Он пишет про потерявшиеся где-то когда-то жизни. Вот эти потерявшиеся где-то когда-то жизни мы пытаемся найти. Или если не найти, то хотя бы проследить, как они потерялись. И в этом, мне кажется, не современность Островского, а, ну, не побоюсь этого слова, вечность. Именно в этой поэзии, в поэтике его текста, его образов, того, как мыслят его персонажи, того, как они чувствуют. И это такие забытые чувства, к которым хочется вернуться чуть-чуть. Вот это вечно горячее сердце, хочется чуть-чуть, чтобы чуть-чуть у нас, наши сердца тоже были более горячими, может быть, сейчас. Эх, Вася, кажется, вот я, блин, твою месть. Вот скажи мне. Она, Гаврил, пляши, я плясать. Скажи, Гаврил, в омут, я в омут. Изволь, мол, родная, изволь. Вась, Вась, что это за секрет такой, а? Что одного парня девушки могут любить, а другого ни за что на свете, а? Нужно, чтобы парень видный был, весь из себя красивый. Это первое дело, ну а потом разговаривать надо уметь. Так а в чем же, а в чем же разговаривать? Да в чем хочешь? Только чтобы наглость в тебе была, развязка. А мне, как девушка понравится, я за то, чем же ее жалеть начинаю. И вроде она у хороших родителей живет, но все равно мне ее жалко. А вот если уж у дурных, так и... Каждая минута у меня сердце за нее болит, чтобы не обидел кто-то. А знаешь, что горько? Что вот с такой вот душой, а достанется мне дрянь какая-нибудь, и все равно я ее любить буду. А хорошие для нее достаются вам. Прощелывем. Ну и что ты эту всю прокламацию девкам рассказываешь или нет? Пробовал. Ну и они чего? А он смеют. Известное дело, потому что этот разговор твой самый низкий. А меня параша знаешь, когда полюбила? Когда? А я тебе расскажу. Была вечеринка, а я в то утро уже выпивший был, и... Так знаешь, с тятенькой побронился. Что весь день я ходил сам не свой. И пришел я на эту вечеринку, и так мне грустно стало. И оттого, что с тятенькой я побронился, взял я тогда гитару и запел. Вольна мууля, да вольна мууля, это не моя уйдуля. Заглянет ли солнце, да заглянет ли солнце, ох, да не в мое оконце. Так она мне потом прямо и сказала. Все ты мне сердце этой песни так и прострелил. Так и прострелил. А потому что было во мне геройство тогда. Было. А у тебя все так, канительянка. Я как раз очень такой длинный путь проделала от любви к нелюбви и потом обратно к любви, потому что у меня был период абсолютного отрицания героини. Это произошло после читки, когда Егор нам читал пьесу. И как-то Егор, видимо, правильно с выражением и с нужными акцентами ее читал. Егор – это наш режиссер. Что мне показалось, что она единственная ненормальная в этой пьесе. Что у всех худо-бедно, но все в порядке. Есть какие-то скромные, странные представления о счастье, о том, как все должно быть. А она сумасшедшая, потому что ее как бы все не устраивает, но при этом она ничего не предлагает взамен, кроме сомнительного удовольствия убить Васю на войне. Она предлагает все разрушить, но она не знает, что надо построить на новом месте. Это такая очень сегодняшняя история, поэтому мне как-то это было больно и понятно одновременно. И я потом ее снова полюбила, потому что она перестала для меня быть таким лубочным персонажем из школьной программы. И появилась какая-то глубина и жизнь в этом. Я ее полюбила за ее слабости. Слабости у нее много. То есть я так все равно считаю ее не сильно нормальной девушкой. Но мне это в ней нравится, потому что играть классическую глубую героиню и такой луч света в темном царстве это категорически неинтересно. И мы с Егором сразу договорились, что мы по этой дороге ходить не будем, что мы будем душить во мне голубую героиню всеми средствами. Ты не плачь. Я теперь с тобой всю жизнь. Как ты будешь жить, так и я. Каким манером? Я с тебя замуж выйду. Нас обвенчаю. Ну, скажу на тебя, что он, мол, мне муж. Не разорвете, мол, нас. А лучше повенчайте. Спасибо тебе. Ага. Ну, будет про это. Давай теперь о житье-то поговорим. Давай, потолкуем. Больно тебя бить-то будут. Я буду стараться. Ты старайся, Вась. Ты старайся. Да вот что ты. Как только тебя всему обучат и станут переводить в полк в настоящие солдаты, ты просись у самого главного, какой только есть самый главный начальник, чтоб тебя на Кавказ. чтобы непременно на сражение. Зачем? А ты старайся убить как можно больше неприятеля. Ничего ты своей головы не жалей. А как ежели самово? Ну, один раз умирать-то. По крайности, мне будет плакать об чем. Настоящее у меня будет горе, это самое святое. Нет, ты просто представь, что если ты не будешь проситься на Кавказ на сражение, переведут тебя в гарнизон, начнешь ты баловаться, воровать по огородам. Я не знаю. Ну, что за жизнь тогда моя будет? Горем назвать, конечно, нельзя и счастья не бывало. Вот и замрет тогда мое сердце, на тебя глядя. Меня, я так полагаю, в гвардию, в Петербург. Это хорошо, но на сражение все-таки лучше. Вот и представь, если Бог нам поможет, произведут тебя офицером, отбросишься ты в отпуск, приедем мы с тобой в этот самый город и пойдем под ручку. Вот тогда злодеи-то наши поглядят на нас, а, Вась? Может, дождемся мы с тобой такой радости за все наше горе? Ну что ж, ничего, если духу иметь. Совесть должна быть, мне кажется, и у Кураслепова, мне так кажется, я вам просто приоткрываю завесу, мне хотелось, чтобы у этого человека, который покрыт панцирем, который не достучися до души, до совести, так сказать, где-то вдруг это все спадает и у него просыпается зачатки, так сказать, возвращается опять к совести, что деньги это не самое, наверное, в жизни. Вот так угощение. Любого губернатора можно уложить. Просто все. Тебе этой чести надо и приписать. А из чего же мы бьемся, да как не из чести. На том и стоим. Все, приехать, домой. Погодите, Павли, Павли, ну так нельзя, надо же последнюю разгонную вывести. За мной лошади уже. Эй, все, посмотри, там не осталось ли бутылочка лимфа, опа. Ты что? Я еще потом с дрожжем упаду. Да вы что, провожали. Нет, 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 не надо мне. Павли, Павли. Нет, 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 все, 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 я поехал, один, все, 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 все. Да что ты, ты что вытворяешь? Ты что? Ты знаешь, мне какие сны стали сниться? Все черти какие-то, собаки лают, за ноги хватает, хоботы у всех. Жут пауки какие-то, что ты? О, просто и белочки какие-то. Зайчики. Зайчики тоже. Домой. Я домой, все, приехали. Домой, я домой. Я домой. Домой, надо, надо. Все, все, все. Надо прощать. На предки не забывать. Нет, 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 нет. Не забывать. Не забывай, все. Не забывай. Надо ехать. Боже упаси, надо ехать. Бодрена, еду, еду, бодрена, все. Еду, еду. Сейчас, еду. Субтитры создавал DimaTorzok 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это абсолютно оригинальная вещь. Наш замечательный художник Владимир Арефьев. Это реальный прототип подлодки, который называется «Порт Артуровец», которая была сконструирована в начале века, даже в конце 19-го века. Поэтому это абсолютно реальная, живая, настоящая вещь. В ней есть много ассоциаций, аллюзий с вещами, которые нравятся сильным мира всего сейчас, в том числе по размерам, по функциональности и так далее. Поэтому это такая наша... У Островского там лодка, некая лодка. Поэтому мы даже против истины не погрешили. Это действительно лодка. Ну не обескураживайте, купца, хлык. Ну не расстраивайте. Я русским языком по-моему сказал. Ну, все, ну, все. Ну, поиграли уже. Ну, все, чуть-чуть, чуть-чуть. Господин полковник, ну-да. А у меня закон такой, господин полковник. Вот кто не пьет, мы тому на голову льем. Да, у тебя законы, у меня свои законы. Понял? Да, вот так вот. Ну вот, а вот не сладите, господин полковник, а больем. А больем? А больем. А ты попробуй. А вот могу поры держать, а больем. Попробуй. Давай, давай попробуй. Ох, я что сделаю с тобой. Ох, что будет. Ой, ну давай, попробуй. И ничего не будет. И ничего вы со мной не сделаете. Все, я тебе в четыре места не будет тебе. Понял? Да, да. Ты смотри же. А вот не пугайте меня, господин полковник, не пугайте. Не надо, я вас прошу, потому я от этого только хуже. Не пугайте меня. Вот вам, вот хотите поры держать, что я ничего не боюсь. Я ничего не боюсь. А вот вам, вот вам видимый резон, что я не боюсь ничего. Хотите? Нет. Хотите видимый вам резон. Ну все. Что я не боюсь. Все, все. Вот случись мне, например, какое безобразие сделать, а я в ту же минуту в губернию самому. Че безобразничеешь-то, а? Вот он говорит, что ты безобразничаешь, я говорю, безобразничаешь. Ваше высоко превосходись, ты безобразничаешь. Ну, вот воспитания такого биты много, понимаете, а толку никакого. Ты че допустуешь? Что ты допустуешь, я говорю, буйствую, ваше высоко превосходительство, я сам своему нраву не рад. Просто зверь какой-то, зверь зверем. Я слыхал насчет пожарной команды, что там починки, поправки требуются всякие, я могу безвозмездно. А еще я слыхал, что арестантские плохи, арестанты все разбегутся. Ну, чего же тут хорошего. Вот такая, господин полковник, вам наша политика. Сегодня, как вот такие люди, как Клынов, как они гуляют, да? И что они, да? Мы же все прекрасно знаем, что это за люди. И как они гуляют. А потом говорим, а что на детей денег нет? На лечение или на сиро? Туда жалко отдать. А пропить, прокутить, прогулять, это мы можем. Поэтому, вот об этом, об этом. Я собираюсь ехать в Астрахани, тогда рыбий клей делать. А, понимаю. А вот театр весь свой, я продаю за бесценной. Вот это? Вот это. И то здание тоже? Нет, то нет. Ну как? Там административное здание. Ну пригодится. Не надо. Ну ладно, хорошо. Да? Договорились? А-ха-ха-ха! Вот что? А-а-а! Не, ну, а то же здание. Это за бесценных, да, называется? Ну, а то здание. Это за бесценных. А, за то здание еще, да? Все, хватит. Ладно. Я знаю сам, что хватит, не хватит. На, все. Все, пою. Пою. Пою, пою, пою. Ну могу я пою, да? Пою. Пою! Вот все. И театр я купил. Театр! Театр! Театр купил! Театр! Боже! Ну что еще желать, Господи? А это я не хочу. Не хочу. В первый день читки я задал этот вопрос. Почему 13-й год? Почему театр «Современник?» Почему «Горячее сердце?» И как театр «Современник»? Для чего взял эту пьесу? Ну, ответа я как бы на протяжении репетиции не услышал. Режиссер говорил, потом, 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 потом. Но я понимаю, что ответ даст зритель. Вот. И он решит. И без всякого лукавства. Он решит. И мне кажется, ну мы сделали все, что, ну как, мы сделали все, что возможно. Да нет, ну старались, пытались быть как бы честными и в пьесе, и в ролях. И как бы, ну, а там Бог его знает. Как пойдет? Мне кажется, в этом и есть какая-то провокация, что это автор «Нисовременник» и пьеса такая, давно-давно не ставившаяся. Ну, мне кажется, это очень сегодняшний материал «Горячее сердце». Все мы думаем о том, стоит ли сейчас, нужно ли сейчас «Горячее сердце?» Стоит ли сейчас это сердце сохранять или лучше сделать так, чтобы оно потухло, затушить его, не высовываться, сидеть спокойно, да, и думать о том, как все могло бы быть в жизни. Вася, хочешь парчи? Хочешь барк? Все твое. Да. Только люби меня. Нет, 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 я же Вася, это Вася, 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 Вася мой, вот так вот, Вася мой, я ему дальше из солдат выкупил. Вася, Вася, ты что, не свободен? Нет, я его к себе в песнях не определил, я его в кабалу взял, за это замыть. Слушай, слушай, хочешь выкупить, а? Хочешь? Нет, люби меня. Это все текст Островского. Просто мы в работе с текстом используем какие-то современные достижения, современной драматургии, да, монтируем, переводим монологи в диалоги, диалоги в монологи и так далее, но там все буквы, это буквы Островского. Хотелось, чтобы и автор здесь присутствовал, не просто сами по себе, давайте приблизим к нашему времени, да, так сказать, это тоже витало в воздухе, чтобы были узнаваемы эти персонажи, даже Кураслепов, чтобы он был узнаваемый. Может кто-то будет там из Думы, может кто-то еще откуда-то, вот. Но самая главная была задача, чтобы при всем, при том, где-то прорастало человеческое качество у этих людей, они что же есть, да, и у Кураслепова, у купца, так сказать, где-то что-то же есть, наверное, поэтому это была задача, ну, попытаться это сделать. Ты мне дай слово крепкое, что за немилого неволить не будешь. Конечно, доченька, выходи, кто тебе люб, и выходи за ним. Да ты уж прямо говори. А я прямо говорить и буду, кто мне люб. Изволь скажу, вот кто мне люб. Ну и слава богу, слава богу. Ну и слава богу, слава богу. Да боюсь, что он от жены в плесуны уйдет. И не пойду я за него. Хоть ты осыпь меня золотом. Не умел он меня брать бедную, не возьмет и богатую. Пойду я вот за кого. Лена Просковья Павлина, вы ошиблись. Ниша, можно? Да почему же нельзя? Да нельзя, разве я нормальный человек? Как ненормальный? Лена Просковья Павлина, да вы что, на меня с самого начала по затылку били, до сих пор убьют. У меня все человеческие чувства ошиблены. Я людям в глаза смотреть боюсь, я не могу ничего. Чего? Чего? Немножко оправишься. Да, важнее всего для меня то, что я верно знаю, он меня любить будет. Буду. Вот. Один день я его видела, а на всю жизнь душу ему поверю. Ну, выходи, заговорилка, выходи. Может, у нас в доме честнее будет теперь. У нас был такой счастливый, интересный репетиционный период, что, конечно, мне хотелось бы его продлить и в этом состоянии подольше посуществовать, потому что мне было очень хорошо, и я в этом смысле в роскошной компании, все со мной так возились, и все понимали, что мне непросто, и все мне помогали. Мне было хорошо. Только вот, что я хочу тебя спросить. Ну? Ну, чтобы мне уже окончательно ясно стало. А вот небо, оно треснуло, так, наискосок. Я тебе что, астроном, что ли? Ну, треснуло, значит, починен. Починен. Ну что, дождалась я красной к ней? Всю ночь теперь с милым на воле просижу. Как только мне одной девушке хочется. Вон, звездочка падает. Куда это она? Неужто все люди так на свете живут счастливыми? Да. Гаврюш, какое счастье. Хоть бы жить-то по-людски. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...